Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мы с парнем встречались полтора года, он старше меня на 6 лет. Потом у меня произошёл кризис, потому что я повзрослела. Это не образование. В это время меня потянуло на других, он пытался меня вернуть, а я не знаю, что со мной было, не могу объяснить даже, я его отдалкивала как могла. Я даже пыталась встречаться с другими, на тот момент мы жили раздельно, но я причинила много боли. Потом у меня были проблемы с квартирой, он предложил жить у него какое-то время, мы попробовали второй раз и опять ничего из-за меня. Потом где-то месяца три мы жили как сожители, но у нас была близость. Где-то полтора месяца назад я поняла, что люблю его очень сильно до сих пор, но тут у него на крыльянце появилась девочка, у нас пропала близость. Когда я просил второй шанс, он сказал, что я его оттолкнул, он не хочет, что больше не любит, что если бы я два месяца назад предложила, то ещё можно что-то было исправить. Кстати, мы пока живём вместе, но я ищу квартиру, потому что очень больно смотреть, как он уходит гулять с ней. Я его очень люблю и хочу, чтобы он был счастлив. Мне говорят, что его уже не вернут, найдётся другой. А мне больше никто не нужен, типа время лечат. Мне правда стоит просто отпустить и вырадоваться, что он с кем-то пытается строить отношения. Я думаю, что вы не сможете отпустить человека до тех пор, по крайней мере, пока не разберётесь в себе. И до тех пор, пока не будете несколько лучше понимать и разбираться в себе, в том, что с вами происходит, и в том, что конкретно вы хотите, вот, что конкретно вам нужно. Мне кажется, по крайней мере, так, потому что сейчас, на данный момент, то, что вы описываете, у меня создаётся такое впечатление, что вы попали, вот, знаете, в такую своего рода, ловушку, что ли, своего, ну, своего внутреннего мира, не понимая до конца, что за кризис у вас, к примеру, был, да? Вот, ну, то есть, что представляет, что представляет, представляет у себя этот кризис, условно говоря. И вы чувствуете себя, ну, само собой, да, вы чувствуете себя достаточно потерянным. И, на мой взгляд, это абсолютно нормально, поэтому, по своему желанию, вот, именно, вот, по своему желанию вы этого сделать, скорее всего, не сможете. Потому что, сначала нужно прожить, вам нужно сначала прожить, скажем так, ряд своих чувств, ряд моих эмоций, ряд своих переживаний, вот. Прожить их, немножечко освободиться от них, и тогда уже, я думаю, что для вас станет возможным какое-то решение вперёд. Только тогда, вот, потому что, ну, вы говорите о кризисе, вот, вы говорите о том, что вы нашли ватток, вот, но вы говорите о том, что, не знаете, с чем это связано, да? То есть, вы не можете себе даже это объяснить, но вы вот, соответственно, с одной стороны, вполне возможно, такая, ну, такая история, да, такая ситуация, когда человек, ну, вот, просто не знает, чего от вас ожидать, да? Вот, потому что, ну, кто знает, вот, сейчас вы любите, да, а через, там, какое-то время, всё, вы уже не любите, и не можете объяснить, почему. Ну, вот, то есть, ну, опять же, не то, чтобы, не то, чтобы вы, ну, должны были это делать, то есть, вы не должны объяснять, объяснять, в принципе. Ну, вот, ну, на мой взгляд, конечно, это создаёт ощущение, ну, такое, знаете, вот, такое чувство, да, какой-то вот, ну, чувство какой-то нестабильности это создаёт. Вот, вот, и само собой, человеку довольно сложно вам, вот, ну, в таком случае доверять. Вот, да, как бы, то есть, опять же, речь идёт не о том, что, ну, что вам, что вам должны доверять, или что вы должны доверять, и так далее. А вот, а речь идёт именно о том, что, ну, вот, вы можете просто не знать, вот, ну, просто можете не знать, чего вам хочется, да, можете просто не знать того, ну, просто, что, вот, с вами происходит, да. И, соответственно, это рождает чувства, рождает ощущения, что на вас нельзя положить, хотя, может быть, вы человек очень хороший и надежный в этом смысле. Поэтому нужно вначале разобраться в себе. Что касается парня, то здесь, к сожалению, не все так однозначно. Дело в том, что его поступки, его поведение, скажем так, оно очень сильно, к сожалению, напоминает манипуляцию. Есть такое ощущение, есть такое чувство, есть такое чувство, что, как бы, человек вами манипулирует. Конечно, это только мое предположение. Я тут ни в коем случае не хочу сказать, что это так и есть. Да, ни в коем случае не хочу сказать, что на самом деле это так, потому что не знаю. Но то, что человек, условно говоря, описывает вот ситуацию, как, значит, то, что, ну, если бы ты там предложила бы, там, какое-то, какое-то время назад, что-то было бы возможно и так далее, вот, это на самом деле очень похоже на манипуляцию. Клязь. Потому что, если есть любовь, да, то она как бы сразу не проходит, вот. И если, если, например, эм, так получилось, что, надо человек вас больше не любит, да, если так вышло, что вот если так вышло, так получилось, что мужчины вас больше тянули бы, то вряд ли это произошло в один момент. И уж точно совершенно это не связано, как мне кажется, что это уж точно совершенно не связано с тем, что мы делаем. То есть если это, если это, если это, и... Хлявина, значит, ну, с чем-то, вот, то это Хлявина исключительно. В целом я бы хотел, наверное, больше внимания как-то уделить дому. Ну вот, в целом я бы больше хотел уделить внимание тому, значит, как приходило ваше взросление, вот. То есть я бы больше вот, наверное, на это хотел бы обратить ваше внимание, да? Вот. А для чего? Потому что, как мне кажется, в том, в том, как вы взрослели, да? О том, как вы менялись, кроется довольно серьезный, я уверен, потенциал для... Ну, для вашего развития, скажем так, то есть для вашего движения, которое там, что сейчас вы описываете, на мой взгляд, проявление, так скажем, любовный завист, а, ну, проявление, так скажем, любовный завист. То есть вы, ну, вот, вроде как человеку-то и говори, вроде как человеку говорите, нет, да? Вроде как вы человека отталкиваете, но в то же время, да? И быть, ну, как-то соглашаются, да? Да, и близость у вас есть, хотя вы говорите, что, ну, что просто вот это... что вы просто сожитель и все, вот, то есть вы просто вот живете вместе. То есть я бы, наверное, все-таки как-то рассмотрел бы эту ситуацию немножечко поближе, да? То есть как вы воспринимаете себя и как вы воспринимаете своего молодого человека. Потому что, да, одно дело – это любовь, да? То есть, ну, вот, когда вы любите человека, да? Когда у вас есть к нему, значит, ну, чувства, да? И совсем другое дело, когда вы зависли от него, да? Когда вы прям вот, ну, нуждаетесь в нем. И вещи – это все-таки разные. Понимаете, да? То есть как бы, ну, это не одно и то, в данном случае. Вот. Поэтому я думаю, что обратить вам ваше внимание нужно в первую очередь на это. И дальше вы уже сможете увидеть, как вы относитесь к себе, вот, и как вы относитесь, например, к мужчине, да? Как вы его видите и так далее. Вот. Если вам больно, а вам, скорее всего, больно, то, значит, опять же, психолог поможет вам пережить ваши чувства, вот. Это же мне не пережить, а прожить, прожить, поможет вам прожить ваши эмоции, вот, чтобы они не, ну, не отравляли вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего, всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, да? То есть формулировать базовые постелаты для психотерапии. Всего вам всего самого доброго. Всего вам всего самого доброго. Субтитры делал DimaTorzok